Здравствуйте! В студии журналисты медиапортала «Столица Нижней» Сергей Костенко и Светлана Кибалина. Вы смотрите программу «Со всех сторон», в студию которой приходят только разносторонние личности. Мы в ответе за тех, кого приручили, но я бы даже сказала в двойном ответе за неприрученных братьев наших меньших. Света, это к тому, что 15 августа отмечается Всемирный день бездомных животных, поэтому наш сегодняшний гость, руководитель благотворительного фонда «Сострадание НН» Ксения Костина. Здравствуйте! Давайте сначала познакомимся с вами поближе. Ксения Костина училась на ветеринара в Нижегородской сельхозакадемии. В качестве волонтера работала в группах соцсетей по защите животных. Затем возглавила благотворительный фонд «Сострадание НН». У Ксении и дома живут кошка и собака, а также животные по программе «Временного опекунства». Ксения, фонд «Сострадание», мне кажется, это большой жирный плюс к нашей карме нижегородцев, и говорит о том, что люди добрые дела делают. Вот скажите лично вы, что вами движет помогать бездомным животным? Ну, большая сила на самом деле, большая любовь к животным, какая-то несправедливость, которую мы испытываем по отношению именно к бездомным животным, к породистым. Породисты их забирают, их покупают, их везде пиарят, они везде. Они в фильмах, они в журналах, но на бездомных животных не смотрит никто. А вы знаете, а как вот испытывать к ним приязнь и любовь, когда они бегают с форуми по улице и кусают простых горожан? Вот это я как простой горожан. Для того, чтобы они не бегали с форуми, существует организация «Зоозащита ИНН», которая занимается гуманным регулированием численности безнадзорных животных. А гуманное – это как? Гуманное – это означает стерилизация, то есть собаки стерилизуются, вакцинируются, выпускаются на прежние ареалы обитания. Собаки становятся менее агрессивными, более здоровыми, и, занимая определенный ареал обитания, они не пускают на это место уже собак из областей диких и больных. Вот я сейчас скажу, конечно, ужасную вещь, но такое мнение существует. Говорят, что самый действенный способ – это просто взять и уничтожить их. Возможно, это и действенный способ, но, во-первых, он очень дорогой, он не гуманный, это травмирует психику людей, которые за всем этим наблюдают, это травмирует психику маленьких детей, которые это видят ежедневно на улицах. Поэтому, на наш взгляд, самым гуманным, и не только на наш взгляд, это мировая практика, собак забирают, стерилизуют, кинолог их проверяет на адекватность, и они выпускаются на прежние ареалы обитания. Ксюш, ну скажи мне, вот фонд сострадания, для того, чтобы понять, где эти животные, привезти их в фонд, стерилизовать там или полечить, это нужно средство? То есть у нас столько горожан, которые помогают? Да, 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 да. Очень много людей небезразличных, очень много пожертвований к нам приходят. Есть как бы группы спонсоров, большие спонсоры, которые жертвуют нам деньги. Есть обычные люди, для которых последние 50 рублей, которые они хотят потратить на мороженое, они тратят, отдавая на наших животных, на карманы, на медикаменты, на прочее. А вот если подводить какие-то итоги, бездомных животных стало меньше, они стали менее агрессивны, и вы отслеживаете как-то? Динамик это какая-то? Да, да, мы просматриваем статистику, чисто даже по звонкам заметно, покусов стало явно меньше, потому что животные, которые поступают к нам с покусом, с ними работают кинолог. Эти животные потом пристраиваются в добрые руки, на охрану. То есть их дрессируют, а это возможно, если животные дико и агрессивны? Чаще всего агрессия животного связана не с тем, что она просто не любит людей, да, и хочет их как-то покусать. Это последствия, да, последствия какой-то... Она напугала что-то, болезнь какая-то. То есть вариантов может быть очень много, и на самом деле очень часто к нам поступают собаки с покусов. А на деле это собака, которая виляет хвостом, ей просто нужно столько внимания и нежности. И возможно просто, я не знаю, кто-то побежал на нее с палкой, закричал там, да, она чего-то напугалась, прикусила. Нужно понимать, что это животные, это не железные создания. Вот если я иду, никого не трогаю, и уже так вечереет у нас на мещерке. И вдруг из кустов. Выходит банда собак, и она, если на меня вдруг бросится, куда мне, что, куда деваться? Я одна. Ну, начнем с того, что такого не будет. Причем? У меня было такое, у меня вот... Ты злой. А если вы просто спокойно идете, не обращаете внимания на эту станцию никакого, собаки на вас внимания обращать тоже не будут. Если вы как бы просто их игнорируете. Другое дело, если вы начинаете нервничать, убегать, идти в их сторону. Понятное дело, я еще раз повторяюсь, как бы, что сейчас, да, такие ситуации пока еще возможны. Но как бы если смотреть в перспективу, да, там, ближайшие 5-10 лет, когда организация уже наша будет направлена не только на работу в городе, но и в области, количество их уменьшится, и надеемся, что... Ну, пока... Да, ну, пока нет. Еще 5 лет мне ходить, я еще ходячая, уже 10. То есть, Света идет, и они вокруг и лают. Как реагировать? Никак не реагировать. Просто лучше проигнорировать, уйти, а потом позвонить по номеру и оставить заявочку на отлов. А если меня не дай боже... Да, укусили все-таки. Вы обращаетесь в травмпункт, ваш пакус официально регистрируют. Далее нам поступает заявка либо из травмпункта, либо из администрации города, да, где вы этот пакус регистрировали. Звоните сами, указываете, где находится собака, беркованная она, не беркованная, координаты свои оставляете, и, собственно, собака отлавливается, поступает к нам. Ну, вот, предположим, где-то во дворе живут вот эти бездомные собаки, как себя вести? Их прикармливать? Нет, прикармливать ни в коем случае. А добрые отношения? А как проявлять это доброе отношение? Доброе отношение к животным проявляется тем, что вы просто не вмешиваетесь в его жизнь до тех пор, пока животные... Спокойно себя вести. Да, да. Если вы видите, что с ним все в порядке, кормятся они, как правило, там, у каких-то кафешек, да, там, на свалках, и прочее. То есть, кормить нельзя так переживать? Если вы видите, она себя плохо чувствует, ну, да, в таком случае стоит обратиться к ветеринару, там, может быть, нам позвонить, мы окажем, вот, но прикормленные места, на самом деле, в них тоже ничего хорошего нет, потому что собаки начинают защищать прикормленные места. Если еще раз пойдет, то его уже укусит. Да, и будет уже требовать прикормленных? Ну, не то, чтобы требовать, но скорее вот именно защищать, ожидать, да, его. Ксюша, а такой вопрос. Вот у вас затем из фонда собак забирают, но понятное дело, что забрать маленького хорошего песика, плюшевого пуделя, это, да, огромную, вот, забери дугу ваш акцию. Грязная, вот она на улице была огромная, ее же страшно взять, а не то, что допустим. Ну, может быть, на улице она была грязная, но после работы с кинологом, после того, как мы ее искупали в любви и заботе, собака просто преобразуется, она открывается, она становится более контактной. Непонятное дело, что есть собаки проблемные, вот, от этого никуда не меньше. Да, это возможно, возможно перевоспитать. Они уезжают, а зачем перевоспитывать? Мы убираем у них агрессию к людям и оставляем… Это возможно, да? Да, конечно, по работе с кинологом тут случаев у нас очень много, которые с покусыванием собаки приезжали, и в итоге сейчас они живут на базах, они охраняют частные сектора, фермы. Таких собак хотят, они нужны, да, они находятся под присмотром, мы отдаем их обязательно по договору о передаче животному, ну, собственно, всех животных, но за такими собаками мы ведем более тщательный контроль, потому что эти собаки, которые когда-то были на улицах, да, они покусали человека, соответственно, мы проверяем владельцев, чтобы, не дай бог, эта собака заново не оказалась на улице, обзваниваем их, периодически просим там какие-то медиафайлы предоставить о том, как животное себя чувствует. То есть у вас вся жизнь с ним идет, как с ребенком. Да, да, мы очень за них, за всех переживаем, отслеживаем впоследствии. А вот совет ваш профессиональный, я, например, хочу завести собаку, кого лучше выбрать, породистую, откуда-то вот из хороших, уважаемых источников. И у него аллергия. Это потом, это второй вопрос. Или выбрать собаку, бывшую бездомную, дворняжку. Тут просто все зависит чисто от того, да, что вы хотите, да, помочь, спасти жизнь, либо вам просто нужно... А какие плюсы того, что я возьму дворняжку? Плюсов на самом деле много. Во-первых, дворняжка – это животное, которое само по себе генетически более здорово. Человек не вмешивался, да, в его создание, скажем так. Все по Дарвину у нее происходило, да? Да, борьба существовала. А потом, ну, вы знаете, как правило, к таким животным отношение более лояльное, более нежное, потому что человек понимает, что это вот его комочек счастья, который он спас из приюта, он подарил ему жизнь. Он относится к нему более трепетно, с большей любовью. И животное проявляет на самом деле тоже большую любовь к такому хозяину. А вот Света начала говорить про аллергии, вот у меня аллергия на животных. Да, но собаку ему хочется. Да, но собаку хочется. Ну, вы знаете, очень часто бывают случаи, когда аллергия на самом деле заканчивается на каком-то конкретном животном, когда человек просто привыкает. В таком случае у нас есть программа временного опекунства. Если вам понравилось какое-то животное, вы можете приехать, познакомиться с ним, взять его по договору на временное содержание. А потом сказать, что извините, вот, не сложилось. Нет, не то, что извините, не сложилось. Вы берете его на передержку. Вы делаете в любом случае доброе дело, потому что одно дело содержание в вольере, другое дело содержание дома. То есть вы его приучили к поводку, к основам поведения в квартире, условно говоря. Таких животных быстрее забирают. Очень часто животные передержек остаются на передержках у своих временных опекунов. Я считаю, что на такой позитивной, веселой ноте, в преддверии такого дня, День помощи бездомным животным, каждый из нас, даже после этого разговора, вот я не особенно люблю животных, но в принципе, почему бы и нет, если даже просто попробовать, например, вдруг полюбишь. И мы желаем вам, Ксюша, чтобы как можно больше животных нашли в своих хозяйствах, потому что это всем взаимо выгодно. Спасибо большое. Спасибо вам.